Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 2 июня. Запуталась вчера в своих ложках. Видите, какие разные. Сейчас объясню и извинюсь перед зрителями, которых ввела в заблуждение. Хочу сразу исправить свою оплошность, которую я допустила вчера, когда про бурное опрыскивание рассказывала. Ой, как же вам показать-то? Вот, я рассказывала, что я отмеряю бурную кислоту. Говорила тут про шприц, что если шприц 1 мм отмеряем, то получается 1 грамм. Вот Виктор Шадрин уточнил, что, уточняю, 1 грамм бурной кислоты это 1,4 кубика в шприце. Вот видите, даже вот в таких мелочах у нас у всех расхождение. Кто-то говорит, что нужно отмерить 1, ну вот, например, 2 мл и будет 2 грамма. Вот Виктор уточняет, что 1 грамм это не 1 мл на шприце, а 1,4. А я вчера вообще дала. Я же отмерила здесь 1 мл, переложила в ложечку и получилась маленькая ложечка чайная без верха. И всем сказала, что можете, не взвешивая, мерить чайной ложечкой. Потом, когда мне зрители начали писать, что нет в чайной ложечке намного больше, может быть у вас кофейная. Я задумалась, а кофейная ложечка это что? Я вообще впервые слышу о кофейной ложечке. Но когда пошла смотреть свои ложечки, оказалось, что они действительно разные. Вот смотрите, та, которую я отмерила, видите, она без углубления, она почти ровная, плоская. А нормальная чайная ложечка, вот такая вот, она как бы, у нее глубокая вот эта вот тельца, как само, вместимая такое, емкая. А я это мерила вот этой ложечкой. И почему-то я никогда не обращала на них внимания. Оказывается, у нас дома два вида ложечек, одни вот такие плоские, другие глубокие. И действительно, когда люди начали мерить вот этими глубокими ложечками и перевешивать на весах, оказалось, что здесь не один грамм в такой глубокой ложечке. В такую ложечку может войти даже 4 грамма. Вот я извиняюсь за то, что я вас ввела в заблуждение. Видите, какая это ложка, которую я мерила. Она вообще никакая, у нее нет глубины. Так что нужно все это, мне опять нужно в шприц насыпать. Этой бурной кислоты переложить в нормальную ложечку. И тогда я покажу, сколько будет в ложечке. Скорее всего, будет даже меньше пол чайной ложки. Это будет 1 грамм. Ну вот нам Виктор Шадрин уточнил, что если шприцем мерить, 1,4 кубика в шприце это 1 грамм. Извиняюсь за то, что я такая невнимательная. Пропустила разную форму ложечек. Ну, для меня это вообще была сегодня новость. А, кстати, ложки эти у нас много лет, много-много лет никогда не обращала внимания. Почему-то. Я же говорю, с железом я не дружу. А они же железные. Вот я вчера говорила, что начала подкормки. Примерно объяснила, где какие будут делаться. Но вы понимаете, что это все делается не очень быстро. Я вот ту теплицу, где из кусков франкенштейн все обработала, сделала борное опрыскивание и подкормила гуми. Вот эту теплицу тоже борное опрыскивание сделала и те другие. Короче, кроме борного опрыскивания, вчера ничего не успели сделать. Потом началась жара, потому что подкормки же нужно делать или утром, или вечером всякие. Сегодня покажу, как подкармливаю его. Сейчас прям сразу будем делать те томаты, которым нужно наращивать зеленую массу. И сейчас расскажу немного о подкормке вот этих томатов. Ой, про обработки. Я сказала, что я хотела сделать тоже здесь, ну такое борное опрыскивание для повышения завязываемости, для повышения урожайности. Да, кстати, меня поправили правильно. Я почему-то вчера на солнце, наверное, перегрелась. Начала говорить, всегда же говорила, что три борных опрыскивания, фаза ботанизации, фаза цветения, фаза плодообразования. Вчера почему-то я начала говорить, что начинаем в фазе массового цветения, потом плодообразования и налива плодов. Ну, короче, уже зарапортовалось неправильно. Правильно меня Ирина Белова поправила. Три борных опрыскивания и начинаем раньше, чем я вчера говорила. Я начала почему-то с цветения, а нужно начинать, когда фаза ботанизации. Тогда уже можно делать первое борное опрыскивание. И можно делать и томатом, и перцем, и баклажаном. В прошлом году я тоже уже рассказывала про это. Это такое, как универсальная подкормка. И опять много комментариев про дозировки. Кто-то пишет, что на некоторых пачках вообще написано 20 грамм на ведро воды. А кто-то пишет, что сделали 10 грамм на ведро воды и сожгли все. Я вот никак не могу понять, почему одни сжигают при такой же дозировке 10 грамм на ведро воды, а другие нет. Вот я в прошлом году делала 10 грамм на ведро воды. Делала опрыскивание. Как вы видели, ничего у меня не сгорело, все было хорошо. Но есть все-таки зрители, которые пишут, что при такой дозировке, 1 грамм на литр, у них все сгорело. Для меня до сих пор это остается загадкой. Именно поэтому в этом году я порекомендовала и показывала, и сама делала уменьшенную дозировку. Намного меньше, чем написано на пачке на садовой. Ну хотя я вот всем пишу, что я и 10 грамм на 10 литров делала, было все нормально. И люди многие так делают. Но все-таки, раз уж есть у нас такие случаи сгорания после вот этой борной обработки, тогда всем начинающим, еще раз говорю, начинайте с маленьких дозировок. Сейчас про обработку от вредителей насекомых. Я вчера уже упоминала, что буду прям таким сильно действующим каким-то препаратом. Порылась у себя в закромах, нашла вот такую октору от колорадского жука. Жука! И она у меня лежит с 17-го года, вот штамп. И она, кстати, не раскрытая, целая. Я вот сейчас только ее раскрыла. Так что ее нужно использовать. Срок годности кончается как раз в этом году. Это жидкая октора. Нашла еще с 17-го года вот такую сухую октору. Тоже в этом году кончается срок действия, срок годности. Почему выбрала именно октору? Я уже вчера говорила, что столько много жуков и столько много яиц. Я сейчас яйца, если пропущу, личинки выведутся, начнут объедать. И на начальном этапе, когда еще нет неспелых плодов, когда еще они только за горами, там где-то у нас поспевание, можно сделать один раз обработку вот таким сильным инсектицидом. Он системный, он не смоется у меня дождем, он проникнет вглубь растения. И все, кто будет пожирать эти листья, неважно, будут это колорадские жуки или будут какие-то другие. Вот сейчас я вижу много-много каких-то таких коричневых насекомых, которые сидят на листьях, тоже крупненькие. Не пойму, что это такое. Короче, это будет обработка от всего. Вот сегодня, если позволит погода, если не будет дождя, то вечером будет у меня это опрыскивание. Ну вот, если первый месяц все томаты стояли, просто росли, теперь началась агротехника. Вот видите, мы там ведерко с веревочками стоят, мы вчера с Катей здесь посынковали. Видите, все валяется, еще не собрали, не доделали. Сейчас пропосынкуем, подвяжем, обработаем от насекомых, вредителей. Сделаем потом на следующей неделе, наверное, уже до этого поля дойдем под кормку. И это будет первый этап у нас. Как видите, что только через сколько? Наверное, недели через три только после высадки мы до них добрались, до этих томатов. В теплицах, конечно, делается все раньше. Но это у нас томатное поле. Оно, в общем-то, неплохое. И если я говорила, что... А вот, сейчас покажу вам. Видите, вот коричневое что-то сидит. О, вот она, вот она. Вот тоже вот таких насекомых очень много, я не знаю. Ой, улетела. Ну, короче, обрабатывать нужно томаты. По просьбе зрительницы одной показываю томаты, которые в чудо-тепличке. Они очень сильно изменились. Смотрите, они стали такие зеленые, раскидистые, тоже цветут. Чувствуют себя здесь хорошо. Тоже вчера только первый раз прокинули капельный полифин. До этого они были вообще просто высажены, и все. Вот показываю. Вот так выглядят томаты в чудо-тепличке. Но они ничем не отличаются от тех, которые на улице растут. И тоже по состоянию их здоровья, ну, вот по их внешнему виду, я вижу, что они пока могут обойтись без подкормок. Посидят, подождут. Есть в более плачевном состоянии томаты. Вот видите, что творится? По всему огороду томаты обливлены колорадскими жуками. Это сколько я вчера раздавила. Сейчас просто иду мимоходом, смотрю. Там жук, там жук. Представляете, если придется обрабатывать весь огород, это сколько средств надо. И как с ними иначе бороться, я не знаю даже. Мне кажется, от колорадских жуков, от колорадских жуков народные средства никакие не действуют. Надя, ты бы хоть вылавливала жуков. Зря ходишь тут. В самом конце видеоролика хочу прочитать вам комментарий. Алла написала. Ольга Чернова, я на ваш канал не подписывалась, и мне не нужно ничего из огорода. У меня нет огорода. Я живу в Израиле, в квартире, и мне уже 65 лет. Зачем вы ко мне лезете? Я не поняла. Алла, как я к вам лезу? Через балкон? Или как-то на дверь скребусь? Я хочу всем ответить. Я вот ей ответила, что даже не знаю о вашем существовании, уж точно к вам не лезу. Скорее всего, люди, которые совсем не разбираются в интернете, идет же вот такая рассылка от канала YouTube. Они предлагают посмотреть это, посмотрите это. Мне тоже часто вот здесь появляется окно про выпечку, про хорошую, про какие-то там приготовления блюд, еще что-то. Поверьте, я никому не лезу. У меня нет времени, чтобы ходить по частным лицам как-то. Я даже не знаю, по какой схеме это можно залезти к кому-то в его личный компьютер. Поверьте, это все делается автоматически. И вот именно там, где канал YouTube как организован, где он есть, оттуда и идет рассылка. Если я вообще первый раз о вас слышу, как я могу к вам залезти? Конечно, очень интересный комментарий. Немножко, конечно, она так как-то даже на меня лично злится за то, что ей вот эта рассылка. Поверьте, я здесь ни при чем. Я сейчас возьму на себя смелость и дам совет. Хотя редко, когда вот вмешиваюсь в такие личные дела, хочу дать совет Аллочке. Даже если у вас нет огорода, смотрите огородные видеоролики. Зеленый цвет, он успокаивает нервную систему. Будете добрее. И тогда уже не будет вас злить, не нужно будет писать комментарии на все каналы, которые вам предлагает YouTube. Не лезьте ко мне, не лезьте ко мне. Будете сидеть в своей квартире в Израиле удовлетворенная, подобревшая. И может быть заведете даже себе огород на подоконнике. Вырастите какой-нибудь огурчик или помидорчик. Поверьте, это очень приятное занятие, увлекательное. И всем желаю, если даже у кого нет огорода, заведите себе питомца на подоконнике, какое-то растение. Вырастите или сами скушайте, или угостите своих соседей. Все. Желаю всем подружиться с растениями, быть добрее. И жизнь прекрасна.